привет друзья сегодня мы с вами приготовим супер простое блюдо пюрешка мяско соусик и все дела но свои будут нюансы тему для сегодняшнего видео мне поддал наш подписчик подписчица анна анна привет спасибо вам за вашу поддержку за ваши замечательные комментарии рад вас всегда видеть вот почитать ее вопрос что же сделать каким образом добиться чтобы тоненько нарезанное мясо получилось мягким но соус был при этом густой что нужно знать о прожарке мяса если вы смотрели стейк вы уже понимаете что для того чтобы приготовить сочное мясо его нужно приготовить до определенной температуры максимальная температура когда мясо у нас с вами еще мягкая это 70 75 градусов то есть внутри куска после этого как только под температура поднимается к 80 мясо становится жестким если мы с вами готовили до 70 градусов буквально 2 3 минуты максимум 5 то уже после 80 градусов весь сок из мяса уходит становится жестким ткани становятся очень жесткими и для того чтобы добиться чтобы она была мягким нужно его обварить достаточно долго полчаса час 40 минут и даже больше в зависимости от толщины куска сегодня вам покажу каким образом сделать нарезку жульен тоненько нарезанное мясо сочным именно сочным что значит сочная это когда внутри куска остается естественная влага мясо которое вы готовили в течение двух часов его сложно назвать сочным потому что там уже ничего не осталось она у вас разварилась ткани полностью уже не держится они фактически получаются тушеными как их назвать сочными они скорее не сочные в них уже в вошли в ткани мяса уже бульон жир и так далее так далее то есть тушеное мясо на тоже вкусно но она далеко не сочная я сегодня буду готовить блюдо в среднем на двух-трех взрослых человек вот количество картофеля который я считаю будет достаточно это в среднем 5 больших картофеля нарезаем небольшими кусочками и ставим его варить водичку много не наливайте вот буквально сверху покрыли картошечку и чайную ложечку соли ставим вариться как только картошка будет готова сразу начнем делать пюре и так ребятки картофель у меня закипел уже варится минут пять я не тороплюсь сделать соус соус у нас будет готовиться не более 15 минут кстати сегодня мы будем еще раз применять наши сушеные травы помните в видео о стейках мы с вами готовили жареные во фритюре тимьян розмарин чесночок ну и тому подобное кто не смотрел обязательно посмотрите очень хорошая специя великолепная эта трава может храниться в течение месяца и более вот за герметично закрытой баночки даже без холодильника великолепная специя рекомендую да невероятно невероятно пюрешку мы сегодня сами будем делать с кудрявым зеленым лучком смотрите да смотрите что мы будем делать нарезаем и очень очень тоненько очень тоненько насколько это возможно я понимаю что у многих нету скилла то есть нету опыта работы с ножом если есть то пожалуйста попробуйте если нет можно нарезать конечно просто меленько кудрявый лучок он эффектно смотрится конечно я вам хочу сказать что это понты но понты в хорошем смысле слова когда вы хотите удивить своих гостей красиво подать сделать необычную сервировку то конечно такие вещи такие фигфоки нужно уметь делать если вам это нравится ну и тот кто любит покушать как правило любит красиво подать а если любишь красиво сервировать то нужно развиваться в это правильно лучок кладем холодную воду убираем сторонку следующий момент готовим мяско обратите внимание что я постоянно меняют доски для всего готового для салатных листов для салатов для помидорчиков для хлеба я использую деревянную доску для мяса для рыбы для сырых продуктов я всегда использую пластиковую доску свининка это у меня место из окорока ногам нам необходимо нарезать мясо против волокон вот сейчас я буду нарезать большими плоскими кусками по волокну видите как мясо идет то есть мышцы идет так соответственно я делаю вот такие вот тоненькие заготовки до пластины ладони вот прижимаете вот так вот видите и острым ножом режете конечно нужно потренироваться так чтобы вместе с мясом еще и ладони порезать видите как волокно идет мышцы да нам необходимо резать вот так вот совершенно верно да мяско я нарезал доступ поменял сковородку включил хорошую капитальную железную профессиональную сковородку но вы можете использовать такую какая у вас есть оливковое масло но буквально пару столовых ложек так и должно быть несмотря на то что говорят что на оливковом масле не жарить это не так она выдерживает свыше 200 градусов extra virgin и прекрасно подходит для жарки немножко соли черный перчик закрываем крышечкой вам картофель готов сливаем пока я открывать его не буду видите я использую максимальную температуру мясо еще розовое сейчас буквально через несколько секунд должен произойти эффект мясо будет отдавать все свои соки вот уже начинается еще прикрыли хорошо пока здесь у нас мяско варится кусочек сливочного масла картофель пюре на 4 картофеля на использую ну грамм 100 сливочного масла так что здесь вот вот видите вот этот сок наш с вами враг вот так вот берем и убираем мясо вот молодец абсолютно великолепно вот это вот одна из ошибок скажем людей которые не знакомы с техникой приготовления сочного мяса вот это вот историю нам надо с вами сейчас уварить пусть она пока варится мы продолжим с вами работать с пюрешкой для пюре я буду использовать белый перец не черный именно белый по вкусу здесь среднем может быть 1 4 чайной ложечки у него нет это не для эстетики дело в том что белый перец обладает очень интересным ароматом и вкусом непривычным для нас мы все привыкли к черному перцу в ресторане как правило используют белый перец особенно во франции добавляем молочком много не надо это в принципе не обязательно когда мы готовим с вами вот сейчас сразу на сейчас то этого не обязательно хорошо все то есть у нас с вами видите как красота получается оба погнали мы сейчас с вами получим вкус за счет того что уварили бульон да мы не добиваемся поджарки мяса то есть как многие делают положили на сковородку и жарят жарят ждут пока мясо подрумянится конечно выделяется этот сок мясо полностью дворится сохнет и становится жестким вот видите смотрите она еще розовая так вот добавляем немножко соевого соуса не надо пугаться нет не думайте что мясо будет азиатского вкуса нет она усилит наш аромат и вкус типа как глютамат натрия что-то подобное буквально столовую ложечку так 250 грамм жирных сливок 33 процента папа это у меня куриный бульон добавляем грамм 100 дижонская горчица до 1 2 3 у нас с вами есть видео называется свинина с соусом шеркутье очень популярный известный соус во франции в бельгии одну луковичку несколько зубцов чеснока не нужно переживать вы посмотрите что я буду сидеть дело в том что картошку можно подогревать неоднократно и при этом да и при этом она будет очень вкусная и все вкуснее и вкуснее так лучок я сделаю чтобы он был слегка такой знаете полусвежий черный перчик отлично наша крышечка нет максимум 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 до картошечка так 2 столовых ложки сухой чеснок можете добавить сюда парнизан сегодня мы обойдемся только с чесночком наш лучок сливаем сюда следующий этап убираем я показываю приблизительно подобную работу как работают на сервисе что сейчас мы делаем почему потому что мы боимся что мясо станет жестким мы его убираем и увариваем соус и видимо когда мы уварим соус мы вернем мясо обратно пятерка спасибо красный диплом так и есть друзья так и есть так смотрите все смешали вот такой фигуре может идти речь изумительно готова закрываем в сторону соус увариваем практически вдвое на желток мы сегодня его тоже будем использовать пузырится лениво кипит совершенно верно да абсолютно верно пока соус уваривается мы сейчас с вами сделаем супер простой салатик из помидорок пюрешка мяско соус и просто помидорки нет ничего лучше кусочек лучка чуть-чуть подсолите чтобы он не был такой агрессивный мясо назад все готовы выключаем закрыли крышкой вот этой температуры достаточно для того чтобы мясо прогрелась возвращаем картофель берем спачулу и подогреваем заканчиваем салатик все очень просто немножко сольки перчика чем меньше влаги будет вашей картошки тем вкуснее бюрпер и так наш простой салатик немножко сметанки на желток так главный эксперт попробовать да конечно очень вкусный соус густой а мяско знаешь хорошие не переварено не пережарено сочно так и должно быть потому что если мы с вами продолжали бы варить все это дело до густоты такого соуса мясо пришлось бы варить еще бы полчаса то и 40 минут конечно и тру вот я и добавлялся этого ну вот такое простое блюдо абсолютно обычный обед и так на этом все надеюсь что сегодня вам было интересно вы что-то узнали новенькое для себя если возникают вопросы пожалуйста пишите всем отвечу увидимся следующий раз пока мои дорогие а